Вчера специально выписалась. Какие выборы? Вы в больнице? Я хочу на выборы. И я вот на выборах. С чувством патриотизма идут на избирательные участки в станицах Лавинского района. Возможность проголосовать для многих не только право, но и долг. Проработал в школе более 45 лет. Сегодня пришел на выборы, на очередные выборы президента нашей страны. В столь трудное время для страны все наши ряды должны сплотиться и активно выйти на голосование. Некоторые станичники воспользовались возможностью проголосовать дома. По разным причинам они не попадают на участки, но пропустить главные выборы страны тоже не могут. В этом случае комиссии выезжают по адресам. В сельских поселениях особенная атмосфера на участках для голосования. Звучат народные песни, голосуют казаки. Мы должны проголосовать, отдать свой голос и сделать свой выбор для наших детей, для самих себе, для будущего, для внуков. Потому что мир меняется, жизнь меняется на глазах у нас. Поэтому важно сегодня всем сделать свой выбор. Жители села с ответственностью и даже с заботой о будущем страны выбирают президента. Люди уверены, их голоса важны. Я с удовольствием сегодня пришла на выборы, проголосовала. Еще я являюсь членом участковой избирательной комиссии. Мне нравится то, что люди идут на выборы с удовольствием, занимают правильную жизненную позицию и понимают ответственность каждого человека за выбор сегодняшнего дня. Мир, спокойствие, развитие и процветание, а еще благополучие детей. С этими желаниями выбирают президента страны. С ребенком будущее ихнее, голосуем за будущее и рассказываем о позициях жизненных, что это долг каждого голосовать, чтобы приучались с детства. На нашем участке выборы проходят в штатном режиме. Явка хорошая, люди идут на выборы с настроением. Организованы работы всех наших экстренных служб. Полиция дежурит на участке постоянно, без происшествий. Все хорошо. Второй день президентских выборов в Лобинском районе проходит спокойно и без происшествий. Наблюдатели на каждом участке. Дежурят полицейские, комиссии выполняют свою работу. Нарушений нет. Все очень четко работает. Комиссия замечательная. Люди всегда помогут всем. Право выбора президента, право отдать свой голос. Это не просто слова для ветеранов педагогического труда. Сами обязательно голосуют. От того, кого изберем президентом, зависит развитие нашей страны, развитие экономики, развитие всех благ наших, отношения к людям. Я считаю, что это самое главное в нашей жизни. На выборы хотелось бы, чтобы все люди приходили как на праздник. Кто к нам приехал? Здравствуйте. На дому голосуют супруги Алтуховы. Опустив бюллетень, Михаил Платонович сказал о важности дня. Русь, Россия, она жила, живет и будет жить своей духовностью. Будущее России зависит от того, как ныне мы проголосуем. Не важно, может быть, за кого именно, потому что все кандидаты, они, в общем-то, стоят за то, чтобы Россия в будущем жила, чтобы Россия в будущем была крепким государством. Сохранить мир, укрепить страну, сделать ее сильной державой. С такими пожеланиями будущему президенту России на избирательный участок пришла Любовь Ивановна, жительница Лобинска. Мы переехали с Украины в 2018 году, здесь были дети. Гражданство получили сразу и все время ходим на выборы. Долг каждого россиянина сделать правильный выбор, потому что от лидера зависит, какое будущее нашей страны и как все будет. И главное, чтобы закончилась война. Хочу, чтобы мир у нас был в стране, чтобы войны не было. И только один человек может это сделать. Я за него проголосовала. Важен каждый голос, и каждый избиратель верит в победу своего кандидата. Я хожу на выборы для того, чтобы выразить свое отношение и свою волю, гражданский долг исполнить. Выборы президента – это выборы жизни всей страны, не только для меня, но в основном для моих детей и внуков. Говоря о своих, каждый желает благополучия всем россиянам. Жители большой страны в эти дни определяют курс на следующие шесть лет. Ходить на выборы – это уже наша семейная традиция – проявлять свою активную гражданскую позицию. Рекомендуем мы вам завести такую хорошую, полезную традицию. Проголосовать за наше будущее, будущее наших детей. Приходите вместе с семьей, сделайте правильный выбор. Завтра – завершающий день выборов президента. Избирательные участки откроются в 8 утра. Это будет еще один день, когда можно проявить свою позицию и принять участие в голосовании. В эти же дни лобинцы могут повлиять и на выбор территории для благоустройства. На избирательных участках работают волонтерские пункты федерального проекта формирования комфортной городской среды. Главное – заинтересованность жителей в развитии малой родины. И она есть. Я живу в Лобинске и хочу, чтобы город наш был красивый, благоустроенный. Так же, как наша аллея. Потом чистые пруды. Молодцы, все делают красиво. В этом году на выбор предлагаются две территории в городском поселении. Волонтеры объясняют, как это сделать. Я волонтер федерального проекта формирования комфортной городской среды. Мы помогаем в проведении голосования за объекты благоустройства в Лобинске. Есть два места. Сквер Виноградный по улице Коммерческой и Сквер Южный по Красной улице. Мы хотим, чтобы наш Лобинск развивался и становится все лучше и лучше. Сквер Виноградный и Сквер Южный. Один из них будет благоустроен в 2025 году. Знать подробнее о каждом можно в социальных сетях и на сайте городской администрации. Или же с помощью QR, пройдя по ссылке. Рейтинговое голосование продлится до 30 апреля. Продолжение следует...